И интересно узнать, как встречает Новый год губернатор нашего края, Виктор Александрович Толоконский. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим вас. Спасибо, и вас тоже. Ну что же, расскажите, как у вас есть какие-то традиции семейные, отмечания Нового года? Ну, есть, конечно, как у всех, то, что повторяется каждый год. Это обязательно ёлка, живая ёлка, чтобы запах был, да, всегда только живая ёлка. И вот где-то так, до 28 числа мы обязательно ёлку ставим, наряжаем. Ёлка есть. Всегда Новый год дома. Всё-таки семейные домашние. Уже немало было таких встреч, и всегда это проходит и в кругу семьи, и там, где мы живём, работаем. Вот сейчас это Красноярск, поэтому будем встречать Новый год здесь. Подарки детям, внукам, там, под ёлку всегда готовим. А может, есть какое-нибудь коронное новогоднее блюдо есть? Оливье? Без него никак. Ну, в принципе, да, салат должен быть, оливье чаще всего. Ну, вообще, тут с новогодним ужином всегда, вот мне непросто, потому что прихожу с работы голодный, хочется уже там пораньше. Тут мне говорят, подожди, ещё рано, да. И тут начинаем это всё, что-то там хватаешь, что-то находишься в ожидании, вот, потом быстро ешь, и вот, так чтобы уж так к Новому году подходим, уже вот, подготовленные. Так что, думаю, именно так проходит Новый год в большинстве красноярских семей, и я желаю всем красноярцам хорошо, с хорошим. Главное, чтобы было новогоднее настроение. Главное, чтобы мы полны были ожиданий, надежд. Чтобы всегда за новогодним столом что-то особо важное вспомнили, и о чём-то очень приятном, дорогом для нас помечтали, чтобы наступающий год дал нам больше успехов, радости, обретений, любви, доброты. И если будет вот такое хорошее новогоднее настроение, то все традиции, все особенности, они все, всё равно будут объединяться, укрепляться этой общей радостью, общими надеждами и всем самым-самым хорошим. Но все понимают, что губернатор всё-таки человек более занятой, чем мы, да? И есть ли у вас время насладиться, во-первых, фильмами новогодними, во-вторых, там на каникулах отдохнуть, не знаю, ну не 10 дней хотя бы там? Есть ли каникулы тогда? Ну, нет, каникул нет, конечно, но вообще я вот уже сейчас несколько раз журналистом говорил, что у меня есть один день в году, когда я живу без графика. Это 1 января, вот 1 января действительно один день, вот действительно больше таких дней не бывает, когда графика нет, никто не знает, что я буду делать. Я сам ещё не знаю, что я буду делать. Все отдыхают, я не приезжаю на работу. И вот 1 число такое проходит, я всегда говорю, что тут свобода достигает своего какого-то апогея, я чувствую себя совершенно там вот отторванным от всех-всех обязательств и обязанностей. 2 числа уже будет график. Конечно, это будет график облегчённый, тоже мне всегда приятно, мне лучше всего режим, когда я, ну там, не 10-12 часов работаю, а всё-таки чуть поменьше. И когда в графике есть, там, когда-то спортзал, когда-то там я поеду как болельщик там на стадион, а когда-то там, может быть, в театр, в кино, вот. Но, в принципе, уже со 2 числа есть и встречи запланированные, есть и такая работа на каникулы, потому что есть традиция в первый уже общий рабочий день, когда все сотрудники собираются, весь коллектив большой, на что в этот первый день я собираю коллег и делюсь с ними своими видениями, своими ощущениями главных задач наступившего года. Это такой совершенно неформальный разговор, к нему никто не готовится, кроме меня, и я даже свои какие-то задачи не особо там коррелирую с возможностями. То есть это не так, что вот сказали и выполнили, это не социобязательство, как вот в советское время, что надо что-то поставить задачу, но обязательно её там чуть-чуть перевыполнить. Здесь я иногда говорю об очень таких сложных, больших задачах, может быть, на которые сразу мы не выйдем в решении, но это мои переживания, это мои мысли, которые так постепенно набираются в сознании в течение там длительного периода. Но вот в первый день Нового года, это примерно бывает полтора часа, около двух часов я говорю, и по всем нашим основным направлениям работы, и поэтому к этому всё равно мне нужно немножко сконцентрироваться, подготовиться. Поэтому это тоже будет вот в новогодние каникулы. Стараюсь, может быть, один-два выезда в районы сделать тоже, так как график, вот я говорю, облегчённый, такого нет, чтобы уж там всё было по минутам, чтобы уже начать тоже такой темп задать, не терять время. Где-то в первые январские дни, если уж сильных морозов не будет, то вот побываю где-то в сельских районах, чтобы почувствовать новогоднее настроение не только в краевом центре, не только в большом городе, но и вот по всему нашему большому краю. Ну а вот есть, как бы, если возвращаться к отмечанию и к прочувствованию Нового года, какая-то вот возможность посмотреть, не знаю, там, фильмы какие-то есть новогодние? Нет, конечно, ну тоже вот я вчера кому-то говорил, конечно, раньше-то вообще была, ну вот такая ожидаемая ситуация, всегда, когда я был молодым, мечтал, чтобы 31-е выпало выходным, и вот с утра у телевизора всегда всё-таки согласитесь, вы молодые нет, не очень помните, но люди моего поколения, они хорошо помнят, что 31-е программа телевизора всегда была особая. Вот она, она не просто отличалась там чем-то, она была, ну другого качества, это были лучшие фильмы, это были лучшие там концерты, лучшие выступления, это были там самые-самые звёзды, это был хоккей из Канады, то, что тоже, тогда было всё в диковинстве. То есть вот 31-го мне хотелось прямо с утра уже быть у телевизора, и действительно, и ночью всё. Сейчас мне как-то кажется, что наоборот, вообще в выходные, в праздничные дни, в том числе и в Новый год, программа становится менее интересная. Как-то все каналы становятся вот прямо как близнецы похожи, то они похожи по новостным выпускам, а 31-го все одни и те же песни, одни и те же артисты. И как-то вот 31-го не просто вот мне что-то найти такое, что вот меня отнесло вот к тому настроению, которое было там в молодости или там лет там 20-30 назад. Но в принципе, конечно, без телевизора всё равно, не бывает сейчас жить как, куда не зайдёшь, пошёл в кухню, всё на телевизор. Главное украшение стола, как говорилось. Диван, всё. Поэтому, конечно, без телевизора всё равно не обойдётся этот Новый год, и будем слушать поздравления президента России. И, конечно, будут какие-то интересные комментарии к итогам года, потому что всё равно действительно выбор большой. И, конечно, на каких-то каналах, а у меня ещё есть привычка, я всё время там с пультом дома не сильно любят, что я всё время переключаю, никто не может понять, что я смотрю. Но что-нибудь обязательно интересное найду. Ну вот мы сегодня ещё вспоминали новогодние костюмы, в которых мы в детстве наряжались на утренниках. Ну это такой же детский праздник, да. Вот вы в детстве... Самый, наверное, ваш запоминающий новогодний костюм, какой был на утреннике? Ну опять, вот вы в то время не очень так себе ещё хорошо представляете. В наше время костюм новогодний сделать было очень непросто. Это сейчас, вот сейчас к нам приезжал маленький внук, там на месяц, там дочери помогли. И вот мы его там вот на 2-3 недели там определяли в детский сад, чтобы так нам не нарушить всю работу супруги. И вот у них и утренник, и там старший внук поехал в магазин, ну не сразу, говорит, там поискал, но нашёл, купил именно то, что он хотел. Там у него был костюм, там он называл его «Железного человека», так на мой взгляд, на Бэтмена такой больше похож, такая страшноватая маска. Но купили, одели всё, и он счастлив в этом костюме. И утренник провёл, и дома несколько раз всем там показывал. Конечно, в наше время ничего купить нельзя, более того, даже кусок материи не купишь, чтобы там к тебе многие женщины в то время шить умели, и даже не сошьёшь. Но в принципе, конечно, старались и тогда делать костюм, поэтому помню так смутно, когда-то был костюм зайчика. Я себя так плохо представляю зайчиком сейчас, но был зайчиком костюм. Но всё-таки, когда я был в первом классе, Гаргарин полетел в космос, и я помню там несколько лет, любые праздники, это мы все были космонавтами. Тут было проще сделать, дома находили какой-нибудь там шлем, кто-то военный, кто-то такой полувоенный, какие-нибудь очки, там кто от мотоцикла, кто ещё что-то. Пели песни про дорогу к звёздам, все мечтали быть космонавтами, и вот такие детские праздники, они были в основном связаны с этим, потому что это такое событие. Вот сейчас бы даже сейчас спросить своих телезрителей, вряд ли скажут, кто сейчас в космосе, хотя всегда кто-то на орбите есть и сейчас летают. И я, к сожалению, тоже сейчас на память не вспомню, хотя я знаю, что летает очень опытный космонавт, уже, по-моему, там четвёртый или пятый раз уже. Но когда полетел Гаргарин, то весь город вышел на площади, это все радовались. Каждого космонавта, вот я до сих пор там помню, там первых там 10, наверное, там 12 космонавтов, это было такое событие, это была такая радость, такая гордость. И поэтому, конечно, всё это потом трансформировалось в детские праздники, во взрослые, в общее такое настроение. Вот я до сих пор чувствую это особое настроение 60-х годов, когда люди все были устремлены в будущее, открытие в науке, вот все мечтали быть учёными, открывать что-то новое. Страна переживала такой подъём, вот, который создавал совершенно особое настроение. А подарок помните самый такой, который вот в детстве хотелось, и вы его получили? Тоже плохо знаете, время непросто было, и подарки, и знаете, ну нет, всё равно вот поверьте, даже и так помечтать о подарке было непросто. Поэтому не могу сейчас точно вспомнить, что это было в Новый год, но помню, что для меня очень долгое, длительное время ожидаемым подарком была такая самая простенькая железная дорога. Вот сейчас там иногда вижу, там чего только нет, вот вижу там у внуков. А это был просто маленький такой круг, складывались рельсы, маленький пароводик с вагончиком, там батарейки с моторчиком. И вот я помню, что я... А купить было нельзя, и редко тогда в Москву там родители ездили, и вот так все говорят, что можно в Москве там в детском мире купить. И вот помню, когда мне подарили, вот это было такое сверхсчастье. Ну вот не могу сейчас уж точно сказать, что это было обязательно там в Новый год, может это был день рождения, может это было просто там поездка там отца в Москву. Но вот помню, что очень ждал, очень мечтал, очень хотел железной дороги. И я даже когда-то это перенес потом уже в жизнь своим детям, внука, помню внука, а внука уже это как-то и не очень, ну у меня есть, мы железную дорогу там посмотрим. Мне казалось, что это какой-то, ну вот самый важный, самый нужный подарок. Ну вот с вашим плотным графиком, вы уже успели своим близким купить подарок? Ну, здесь у нас есть некоторое разделение, значит, большую часть, конечно, самым главным ответственным за подарки является моя жена. Поэтому она уже знает, что она такую же операцию провела, и там завтра, послезавтра я получу там много подарков, чтобы на работе там поздравить своих коллег, там друзей. Что-то она, безусловно, там и детям, и внукам там, и мне, наверное, надеюсь, что-то купила. Ну вот, но я заеду в магазин, потому что у меня тут перед Новым годом дважды получается такая задача, потому что 28-го день рождения у супруги, и я еду в магазин, и это не просто для меня задача. Но мне все время хочется все-таки самому не попросить кого-то купить ничего, приехать там и совершить это действие. Поэтому думаю, что я тоже вот в эти дни еще побываю в магазинах, и подарки какие-то буду покупать. Дело ответственное. Дело ответственное. И поздравляйте с Новым годом наших сограждан, у нас время подходит к завершению. Прошу пару слов, что пожелаете? Ну, конечно, пожелаю подольше сохранить новогоднее настроение. Я убежден, что каждый человек, сколько бы раз он не встречал Новый год, чем бы мы ни занимались, какого мы ни были возраста, все равно эти дни, это новогоднее настроение, оно наполняет нас ожиданиями, надеждами. Все равно, вроде уже не сильно мне пристало верить чудесам, Дедам Морозам, но все равно какая-то надежда есть. Есть что-то такое в каждом человеке, чего мы даже, может быть, и вслух не говорим, и даже самым близким не обсуждаем, но что-то хочется. И вот это ожидание, оно именно проявляется вот в эти новогодние дни, в этом новогоднем настроении. Я хочу, чтобы это было у всех наших земляков, у всех красноярцев. Хочу, чтобы, конечно, все были здоровы, потому что есть большая семья красноярцев, есть каждый дом. И я хочу, чтобы были здоровы ваши дети, ваши внуки, чтобы наступающий год меньше давал разочарований, потерь и больше обретений. И, конечно, хочу пожелать всем дарить добро, вот, решая самые разные задачи. Я благодарен всем красноярцам за большую работу, добрые дела, которые были в году уходящим. Мы многое сделали, и край получил свое дальнейшее развитие, и это сделали наши люди, наши земляки. И хочу, чтобы этих успехов было больше. Хочу, чтобы вот эта верность красноярскому краю, любовь к красноярской земле, она, и вот это радостное настроение, стремление там, вот, делать добро, оно проявлялось вот в самых-самых разных результатах. Каждый на своем месте, если он наполнен любовью и добротой, сделает всегда больше зарядить свои энергии многих других людей. И это и будет наша общая победа, наши общие радости. Поэтому поздравляю, желаю всего самого-самого хорошего, и поздравляю с Новым годом!